Что ж, похоже, что их игра подходит к своему логичному завершению, к внедрению новой финансовой системы. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Как всегда, если ты новичок на этом канале и впервые попал на мои видео, не забудь подписаться, потому что я выпускаю подобное этому обновление каждый божий день. И, кстати говоря, большое спасибо за такую дикую поддержку, она невероятно мотивирует. Сегодня я покажу шокирующий для многих материал, ведь многие люди даже не понимают, что именно они используют в качестве денег, и что ближе всего к определению денег находится как раз-таки биткоин. Биткоин появился тогда, когда фиатная система серьезно подкосилась в 2008 году, когда уже начали сыпаться гайки и болты. И теперь мы подошли к тому моменту, когда вся денежная система, к которой мы привыкли, все наши фиатные валюты, которыми мы пользуемся, просто-напросто теряют всякий смысл и превращаются в огромные понцы схемы. Это значит, что уже при нашей жизни мы увидим новую форму денег. И, к сожалению, мало кто из людей об этом вообще задумывается. Однако деньги сменяли друг друга на протяжении всех лет, и деньги меняли формы. И сейчас мы находимся на том разломе между старым и новым. Например, в Англии когда-то использовались деревянные деньги, счетные палочки, или же, как их еще называли, учетные бирки. На них наносили систему зазубрин, а затем раскалывали по длине. Обе стороны получали свою половину. Более длинная половинка передавалась стороне, которая отдавала деньги получателю. А получатель же получал короткую половину палочки, что означало, что у него теперь был долг. Отсюда, кстати говоря, и пошло выражение «ты получил короткий конец палки». Но в 1834 году в Великобритании случился пожар. Практически все версии сходятся на том, что он произошел из-за массового уничтожения деревянных денег, то есть учетных бирок казначейства. В пожаре сгорала старая деревянная финансовая система. Затем страна неожиданно перешла на новую монетарную систему. В каком-то смысле и в 2023 году начался пожар. Горит вся старая финансовая фиатная система. И сгорая, она трещит, как полено. Мы собираемся перейти на новый денежный стандарт, и это произойдет в ближайшие годы. И этот переход, возможно, будет очень хорош для активов. Это будет снежный ком. Ведь если смотреть на активы, мы увидим, что они растут вместе с денежной массой. Цена биткоина сверху, а денежная масса снизу. Мы видим, что пики денежной массы – это пики биткоина. И наоборот. Падение денежной массы – это медвежий рынок биткоина. И впервые за долгое время рост денежной массы стал позитивным. И помни, что инсайдеры рынка всегда видят дальше, чем мы. И они знали, что это произойдет. Возможно, это тоже повлияло на рост биткоина еще до того, как М2 развернулся. А теперь я хочу показать тебе действительно шокирующее видео Джареда Бернстайна, который является главным экономическим советником правительства США. В этом видео он отвечает на вопрос, зачем правительство занимает деньги, если оно может просто их напечатать. Почему мы берем в долг валюту, которую печатаем сами? Я жду, когда кто-нибудь встанет и скажет, почему мы вообще занимаем нашу собственную валюту? Как вы сказали, они печатают доллар. Так почему правительство вообще берет его в долг? Ну, опять же, некоторые из этих вещей описывают формулировками, которые просто сбивают с толку. Я имею в виду, что правительство определенно печатает деньги, и оно определенно их одалживает. Вот почему правительство определенно печатает деньги, а затем одалживает эти деньги, продавая облигации. Что они делают? Они продают облигации, да? Они продают облигации, верно? Поскольку они продают облигации, а люди, покупая их, одалживают им деньги. Да, поэтому во многих случаях, ну, по крайней мере для меня, языки концепции могут быть запутанными. Но нет никаких сомнений в том, что правительство печатает деньги и затем использует эти деньги для... для... Так что да, я думаю, я просто не могу говорить. Я не понимаю, я этого не понимаю, я не знаю, о чем они говорят. Друзья, ну это шок. Человек, который отвечает на этот вопрос, является председателем Совета экономических советников президента Джо Байдена. Я не могу понять, это троллинг какой-то? Или же мы не случайно оказались со всеми этими некомпетентными людьми в одной комнате? Кто-то скажет, это некомпетентность. Я же думаю, что это преднамеренность. Они не дурачки, они знают, что делают. Думаешь, расширение денежной массы сейчас и вообще на протяжении всей истории это случайность? И на самом деле меня это шокирует. Знаешь, биткоин появился буквально в идеальное время. Я действительно считаю, что биткоин, по сути, вводит нас в новую систему, знакомит нас с идеей глобальной цифровой валюты, которая не имеет границ и так далее. Если бы биткоин представлял какую-то угрозу для власть придержащих, они бы уже убрали его. Все просто, дамы и господа, они уже делали это раньше. Сотни раз, когда речь шла о конкуренции, они убирают конкурентов. В Великобритании буквально сожгли старую финансовую систему. У меня есть огромное видео насчет этого. Рекомендую посмотреть по ссылке в описании. Поэтому, если они до сих пор не убрали биткоин, значит, они не рассматривают его как конкуренцию себе и своим планам. А если они не рассматривают его оппозицией своего плана, возможно, он и есть их план. И говоря о фиатной системе, это статистика Федерального бюро. И ты можешь видеть, что рост денежной массы М2 только что стал положительным. Здесь мы переживали настоящую засуху безденежья. Помни, что инсайдеры рынка ориентированы на будущее. Они знали, что вот этот разворот произойдет. Они знают, что будет дальше. У нас было немного турбулентности на рынках на краткосрочной перспективе в связи с опасениями на фоне войны, на фоне растущей инфляции, на фоне рисков повышения процентных ставок и так далее. Но на длинной дистанции они знали, куда идут. Они идут к расширению денежной массы. Золото говорит нам о том, что ожидает денежную систему. Золото вырывается сразу из нескольких паттернов красивого бычьего флага и чаши с ручкой. Серебро делает то же самое. Драгоценные металлы говорят нам четко о том, что грядет, учитывая, что они оцениваются в долларах США. Ну а доллары США слабеют по отношению к ним. Лин Олден пишет, в США как денежная база, так и широкая денежная масса снова увеличиваются. Они достигли дна в 2023, несмотря на продолжающееся сокращение баланса ФРС, в основном за счет сокращения сроков погашения казначейских обязательств, что помогло вывести капитал из обратного репо и обратно в банки. И мы можем видеть это на этом графике. Начинаются развороты денежной массы. Только вчера все говорили о том, будет ли ФРС США повышать ставки или нет. И теперь я думаю, что это было сделано для того, чтобы отвлечь наше внимание от того, что они на самом деле планировали. От того, что они на самом деле начинают сокращать количественное ужесточение QT. Что делает QT? Оно высасывает ликвидность. Казначейство участвовало в этом процессе. А теперь они сворачивают QT, но при этом ставки остаются на прежнем уровне. И казначейству приходится продолжать занимать только по очень высоким ставкам. В течение следующего года США выплатят в общей сложности 1,7 триллиона процентных платежей в течение 12 месяцев до апреля 2025. Поэтому процентная ставка, скорее всего, тоже будет снижена. Мне кажется, что все уже должны понять, что происходит сейчас с фиатными валютами. Потому что это напрямую повлияет на нашу жизнь. Если ты работаешь за деньги, что делают практически все из нас, все мы на самом деле работаем за деньги. Что будет с их ценностью, когда они расширяют M2? Расширение денежной массы не компенсируется ростом зарплаты. Зато вместе с ростом денежной массы и активы, и товары вырастут в цене. Посмотри на этот график. Он подчеркнет великий план, который прячется на самом видном месте. На этом графике мы видим денежное предложение, биткоин, S&P 500 и золото. Внимательно посмотри на это, и ты увидишь здесь колоссальный план. Этот черный график. Money supply. Денежное предложение. Бабушки и дедушки покупали свой первый дом вот здесь за несколько тысяч долларов. Но сейчас он стоит 750 тысяч долларов. И у большинства людей нет активов. А вот у богатых они есть. А у людей есть инфляция и жизнь от зарплаты до зарплаты. А в скором времени у них еще и будет цифровая финансовая система. И такую жизнь нам обеспечивала эта черная линия. Денежное предложение, которое постоянно растет. Да, на краткосрочной дистанции в 5 лет денежная масса может падать из-за проводимой центральными банками политики количественного ужесточения. Но на глобальном графике мы видим, что тренд только растущий. И сейчас мы видим разворот роста денежной массы. И скорее всего из-за долгового времени они еще и процентные ставки снизят. И все это очень сильно подстегнет этот график, чтобы он продолжал свой растущий глобальный тренд. Они знают, что делают. Кроме этого, казначейские выкупы уже здесь. Казначейство США, используя денежные средства от продажи облигаций, будет выкупать облигации на вторичном рынке через первичных дилеров, чтобы улучшить ликвидность и искусственно подавить доходность. Да это же самое настоящее искусственное управление кривой доходности. Америка переходит на экономику в японском стиле. Экономика США превращается в экономику Японии. Давай-ка посмотрим, что происходит с золотом против японской иены. Что еще я могу сказать, когда я смотрю на такой график? Итак, мы наблюдаем начало дальнейшего раздувания фиатной системы, что на длинной дистанции в 5, 10, 20 лет будет провоцировать огромный рост активов. И напоследок я хочу показать тебе вот этот график. И напоследок я хочу показать тебе вот этот график. Держу пари, никто еще не показывал его тебе. Это Total 2 против GC1, то есть капитализация альткоинов против золота. Посмотри, какая красота. После вот этого роста в 2021 году мы нащупали вершину цикла. Затем перешли в медвежий рынок и нашли некий диапазон возле дна, в котором продолжали двигаться некоторое время. Собственно говоря, вот этот диапазон поддержки на дне медвежьего рынка. Затем мы выбрались из него и сейчас вернулись для того, чтобы заново его протестировать уже на предмет поддержки. И если эта поддержка себя оправдает, даже не представляешь, что сделают альткоины. И самое главное, посмотри на этот график. Когда я на него смотрю, я понимаю, что вот это, это никакой не альткоин сезон. Вот это рост альткоинов был? Серьезно? Нет. Он будет гораздо, гораздо больше. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok